Я приветствую вас в сегодняшнем прекрасном дне, который Бог благословил нас им. Сегодня мы знаем, что сегодня день весны. И, как уже вы все, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить о женщинах. О девушках, о девчонках, о дамах. О женщине можно говорить много и долго. Было время, когда женщинами пренебрегали, когда их считали за какую-то вещь. У них не было никаких юридических прав. Она считалась собственностью своего отца или просто собственностью своего мужа. И только с рождением Иисуса Христа у женщины появилось значение. Давайте вспомним Марию, мать Иисуса Христа. Это была прекрасная девушка, праведная, добрая. И именно ее Иосиф взял себе в жены. И ее выбрал Бог. Имя женщины впервые появляется в родословии Иисуса Христа. А если посмотреть, и это удивительный факт. Если посмотреть на происхождение этих женщин, да, и на их род деятельности, то это будет просто вдвойне удивительно. Потому что мы знаем, что Раак была блудницей Ветхого Завета. Руф, которая была не иудейкой, она была мавитянкой. Мы знаем, что Бог сказал, что мавитяне не наследуют Царство Божие. Фомарь, которая была искусная соблазнительница. И, наконец-то же, всем известна нам Версавия, которая согрешилась царем Давидом. И мы знаем последствия этого греха, да, что Давид убил ее мужа. И, несмотря на это, все эти женщины были занесены в родословие Иисуса Христа. И что это значит? Это значит то, что прошло то презрение. Иисус Христос показал, что как мужчины, так и женщины дороги для Бога. И Бог осуществляет свой план как через мужчину, так и через женщину. Давайте вспомним Самарянку возле колодца, когда Иисус шел со своими учениками, и она напоила его водой. И Иисус разговаривал с ней, да, как ученики отреагировали на это, да. Они говорят, Господи, как ты можешь вообще общаться с такой женщиной? Но Он не просто с ней общался, Он еще и возвестил ей о грядущем Царстве Божием. Когда Иисус ходил по этой земле, да, ходил по той стране, проповедовал, исцелял людей, приводил грешные души ко спасению, то с Ним ходило также много женщин, которые служили Ему, которые омывали Его уставшие ноги. Давайте обратимся к Писанию, откроем Евангелие от Луки, 7 главу, с 37 по 38 стих прочтем. 7 глава, 37-38, Луки. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосы головы своей, и целовала ноги, и мазала миром. То есть мы можем увидеть, что была женщина, она была грешницей, которая на протяжении своей жизни собирала этот драгоценный мир, это был такой драгоценный, очень дорогой материал, и что она в приоритете у нее был Иисус, она полюбила Его всем своим сердцем и не пожалела это. Эта мира пришла к Нему, вылила Ему на ноги и утерла своими волосами ноги Иисуса Христа. Давайте вспомним об Ане, да, вспомним о ее молитвенной жизни, что она всю свою жизнь молила Бога, что Бог благословил ее сыном, и в итоге Бог благословляет ее, и у нее рождается Самуил. И она воспитывала этого сына в страхе Божьем, и что в Писании Самуил тоже нарекается как муж молитвы. То есть мы можем тоже сделать такой вывод, что какая мать, такие ее дети. Мы можем много найти хороших женских примеров из Библии. Хочется сказать, что женщина – это знаковая фигура в Писании, потому что через нее пришел наш Спаситель, родился Мессия Иисус Христос. И что точно так же сейчас в нашей жизни женщина является для своего мужа хорошей поддержкой, ободрением, и что также сестры являются для нас хорошей поддержкой, ободрением, которые могут ободрить нас, поддержать в трудную минуту. И хочется пожелать им, чтобы они всегда оставались такими яркими, жизнерадостными, и пусть Бог пребывает всегда в вашей жизни, подкрепляет вас в ваших путях. Будьте благословены!